Достанется готовить, готовит, стирает, шьет, убирает, сама себе волосы сделала, ногти делаю, читать читаю, господи, ну вот кому такое счастье достанется, скажите мне, манты сделаю, самсу сделаю, ну не просто, но исходя из нашего последнего разговора в том месте, в Злачном, наверное нет. Так, я не помню, что у нас был за разговор, я надеюсь, что у нас все было хорошо, я вот помню только приятные моменты, исходя из нашего, так, ты, как я, лягушка-путешественница, Слушайте, да, я люблю всякие спонтанные поездки, молодость на то, она и есть молодость, но тут как вспомнить. Зая, понимаешь, вот у меня вот с тобой ассоциация с балконом, с балконом, да, вот, давай я буду говорить так, меня впервые так обласкали, молча и жесты. Подожди, было что-то негативное, я опять, я опять пронегативила, я не помню. Понимаешь, я говорю то, что вот у меня с тобой воспоминания с балконом. Очень приятные воспоминания. Приветики, приветики. Если я пронегативила, вот, кто есть в прямом эфире, я перед всеми прошу у тебя прощения, потому что я не помню, я правда не помню, что я пронегативила. Но раз пронегативила, то извиняюсь, или вообще это было за дело? Ну, так я всегда трезв, это я помню. Так, я родом из Ташкента, живу в Москве уже с 2002 года. Как, кстати, проходит твоя самоизоляция? Чем ты занимаешься, расскажи мне. Без работы. Я вот в Перми была. Я тоже оттуда родом. Ну, конечно, ты. Конечно, ты расскажи мне всю правду. Откуда ты родом? Я уже запуталась. У меня работа есть. На выезд пока работаю. Понятно. Привет, Лер, приветики. Я не могу понять, что за Тёма, а так приветики. У меня будет идеальный маникюр, блядь. Просто идеальная женщина сейчас будет с идеальным маникюром. Кстати, а есть у меня кто-нибудь в прямом эфире, кто медитирует? Скиньте мне, пожалуйста, какие-нибудь клёвые аффирмации, медитации. Мне кажется, я подсела. Мне так нравится. Моя девочка. Егор, Егор, что ты такое говоришь? Где моё кольцо на пальце? А я идеальный мужчина? Я не знаю. Не знаю, не знаю, идеальный ты или нет. В быту, в хозяйстве я тебя не знаю. Но по нашему с тобой общению было всё прекрасно. Другого улётной шлычки укрота на даче. Вот, приветики, всё, помню, шлычки, помню. Но по первому впечатлению, конечно же, ты идеальный. На самом деле не бывает идеальных людей. Да, и плюс мужиков. Да, я уже, понимаете, чем больше я нахожусь одна, тем больше я становлюсь какой-то мужем-ненавистницей. Реально. Кажется, я точно буду жить с котом. Так, где-где? Скоро будет. Ты чего ты с другими уже клятешь? Я, знаешь, вот пока на мне на пальчике нету колечка, я и вообще, в принципе, пока я свободная девушка, я такая, знаешь, флиртунья. Могу себе позволить пофлиртовать. Почему бы и нет? Кого ты себе завёл, девушку или кота? Кого ты завёл? Я тоже могу пофлиртовать. Ну, ты-то вообще там профессионально флиртуешь, я всё помню. Да не дай бог девушку. Почему не дай бог? Почему девушку не дай бог? Как так? Что это за женоненавистник? Я вот, например, с удовольствием бы завела отношения, если бы, как попадётся точнее мне мужчина в моей жизни, которым я увижу дальнейшее перспективное будущее. Ой, Зай, ну точно, вот твоя эта работа, у тебя там внимание? Господи боже. Слушай, вот, может, я последний раз пренегативила, может быть, я этот, преревновала. Я ещё такая собственница. Кстати, Самара, привет. Лето, мы так-то в августе едем, помнишь? В августе мы едем, я помню. Я всё помню. А кто Самара? Кто Самара? Я уже сам прячусь от них. Ты прячешься от девушек? Вот это вот я понимаю, мужчина, внимание, уже от девушек прячется. Женщины, не дай бог. Некоторые, наоборот, там лишь бы-лишь бы. Приветики. Вон, я вообще сегодня в Пермь, в августе в Самару. Если меня ещё куда-нибудь не замотает. А почему он Самара? Подождите, я что-то пропустила. Я тут пока... Я пока ногти делаю, я уже этот... Подождите, я пропустила. Понимаете, я же не могу отвлечься. А, ну вот. Я еду к тебе на родину, значит, в августе. Я уже поняла, что ты из Самары. Я просто пропустила, когда это было написано. В каком контексте. Егор, глянь, а? Глянь на него так, сразу же такой. Затусим. Блин, представляете, я же себе делала ремонт в коридоре. У меня уже следующее на очереди была комната. Сделала. Теперь с этой самоизоляцией ничего себе не сделала. Ни винир себе не поставила. Но вообще ни хера. Мне ее в Москве надо работать. Слушай, ты прям трудоголик. Я люблю свою работу. Я приду туда в субботу, в воскресенье. Там, как в том стишке, помните? Там я встречу день рождения. Новый год, 8 марта. Все работают как кони. Ну, а я бессмертный пони. Во! Ксюха, привет, детка. Блин, не знаю, сейчас карантин. Как тебе не страшно работать? Сэн. Не надо гостей намывать нам. Нам никого не надо давать. Волосы, пожалуйста. Чтоб ты понимала. И делаю себе маникюр. Просто. Я не пропаду на самоизоляцию, понимаешь? Так. Так. Да, станцевал приват, и все. Что-то ты мне не танцевал. Тебе не стыдно, что ты мне не танцевал? Последний раз мне считается. Я приду с удовольствием. Вот честно. Посмотрим. Я тебя люблю. Я тоже, крошка, тебя люблю очень сильно. Ты можешь показать свой номер. Ты можешь показать свой номер, пока идет самоизоляция. Я могу затенить. Там кокошник только надо одеть. Прекрасно. Я предлагаю не ждать открытия вашего прекрасного заведения. А предлагаю сначала показать, потренироваться. А потом уже все. Бусинка! 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 Плачу на технике, плачу на технике. Как тебе идея? Ты станешь за меня? Так. Брось эти мысли из головы. Вон их, вон. Я, я тебя остановлю, если что. Я, я остановлю тебя сама. Скажу, все, хватит. Привет. Предлагаю вообще это сделать. Я могу подъехать. Привет. Зай, я помню, я помню твои кубики. Я их очень хорошо помню. Я помню их вот так. Я их помню. Их не забыть. Но я могу остановить. Я женщина такая непредсказуемая. Так что твои кубики на меня не подействуют. О, Светлана Николаевна, здравствуйте. Как у вас дела? Мам. Провоцируешь прям. Слушай, я провокаторша еще та. Да. Можно? А? Можно? Да. Провоцируешь? Нет, ну ты, ты прикалываешься? Скажи, что ты пошутил, и ты не пойдешь на Дом-2. Пока в сомнениях на 80% Физа. Что, что случилось такого, что ты решил пойти на Дом-2? Ты издеваешься? Ладно, мне придется туда к тебе, что ли, прийти на Дом-2? Я скажу, вообще-то я беременна. У меня... Я... В детском саду, а он взял и бросил меня, и ушел на Дом-2. Я тебе подставлю. Ну, не знаю, если хочешь идти на Дом-2, конечно же, иди. Бабок заработаешь, и Инстаграм распиаришь. Это жестко, но для рейтинга норм. Я тебе говорю, пойдешь на Дом-2, и я тебе придумаю такую сторис. Я уже не могу делать. И я хочу на Дом-2. Давайте все вместе пойдем на Дом-2 просто. Как вы думаете? Просто возьмем, пойдем. Нет, на самом деле, я думаю, что это твое, кстати, место, честно. Я серьезно думаю, Дом-2, это твое место. Я тебе говорю, я потом к тебе приду. Скажу здрасте. Я скажу, я просто... Только я обещаю, что я оставлю это в твоем прошлом. Я приду и скажу то, что как-то раз мы встретились на Сенавале. Там был Емеля, была щука, и после этого... Привет. А что, тебе не понравилась идея? А я как раз-таки когда-то же в далеком детстве мы занимали наши группы. Короче, я была лауреаткой города Москвы по народным танцам. Вот. И я приду в Кокошники на лобное место. В руках у меня будет щука. Я принесу тебе костюм Емели. И все, короче, и мы исполним руссконародный танец. Ой, о, Кристинка, привет. Сто лет тебя не видела. Я побежал. Ладненько, давай. Все. Так. Ой, я слушаю. Что ты слушаешь? Что ты слушаешь? Так, мне кажется... Мне кажется, нормальная у меня ногти была. Я тебе написала, что ногти пилила сейчас. Простите, пожалуйста, я не увидела Светлана Николаевна. Я вот тоже решила сделать себе маникюр. Потому что я уж не могу так ходить. Сегодня покрасила себе волосы. В общем, занимаюсь собой. Привожу себя в порядок после моей поездки. После моей поездки. Так. И... Возвращаемся на Дом-2. Я возвращаюсь. Ты начинаешь для меня танцевать. Я прихожу к тебе, вручаю тебе костюм, щуку. И ты начинаешь для меня танцевать стрип-чиз на лобном месте. Почему бы и нет? Я пришла, я просто какая-то все атрибутик тебе дала. Им тебе нахлынули воспоминания. И ты решил... Решил танцевать. Зайчик мой, спасибо. Цвет супер у вас. Светлана Николаевна, я еще не накрасила их. Я только пилю, 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 пилю. Думаю, вот как раз-таки какой цвет сделать. Либо беленькие, либо бежевые, не знаю, нюдовские какие-нибудь. Такой неяркий маникюр. Не знаю. Что хочу? Да, щука с собой. Зай, все вообще идеально. Идеально. План подготовлен. Все, короче, я пошла. Нужно делать волосы. Блин, спасибо. Да, сама себя покрасила. Я так рада. Потому что у меня были уже корни черные. Так, все. Я пошла.